Сегодня ровно в полдень в Александроневском соборе Екатеринбурга в Зеленой Роще началось прощание с одним из самых ярких представителей Свердловской полиции в новейшей истории полковником Юрием Деминым, который в свое время состоял в руководстве Горга Е. Екатеринбурга, а потом 13 лет, можно сказать целую эпоху, возглавлял управление ГИБДД по Свердловской области. Покинул он этот пост практически ровно за 5 лет до своей гибели. Напомним, в минувшее воскресенье у себя на даче в Верхней СССР отставной полицейский упал с лесов с высоты второго этажа. В храм на отпевание сегодня пришли более 200 человек, родственников, друзей, сослуживцев. Некоторые держали речи, как, например, нынешняя глава ОБЛГАИ Алексей Спиридонов, ну а духовник покойного, отец Гермоген, настоятель храма Серафима Саровского, что в непосредственной близости от здания УГИБДД области, кроме всего прочего, объяснил, почему отпевание Юрия Демина назначили не там. Наш храм построен рядом рядышком с этим управлением. И мне, не знаю, столько звонков спрашивают, почему не в ваших камерах в плане. Я теперь понимаю, что это в нашей камере, потому что наш храм просто не вне силы, наверное, столько людей. А это тот самый показатель, когда люди приходят отдать последний дань, попрощаться с человеком, к гробу попросить прощения. На отдельных подушках возле гроба были выложены награды покойного. В почетном карауле у изголовья стояли офицеры полиции в форме их накидках ДПС. А вдова во время прощальной службы практически не выпускала из рук форменную фуражку супруга. Позже процессия, в которой одних только автобусов было больше десятка, приехала на церемонию возле здания Ночкалова-1, где полсотни патрульных машин встретили бывшего главного гаишника Свердловщины сиренами и мигалками. И та же фуражка полковника Демина легла на его гроб, выставленный на 20 минут для светского прощания с личным составом у мемориального комплекса в честь сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Далее кортеж, возглавляемый мотобатом и автомобилями спецроты ГИБДД, отправился на Широкореченское кладбище, где полковник Юрий Демин и упокоился под звуки государственного гимна и троекратный залп почетного караула рядом с могилами других людей, достойно носивших свои погоны.